Депутаты окружного собрания обсудили стратегию развития округа до 2030 года. По словам вице-губернатора Татьяны Лагвиненко, новая стратегия учитывает приоритеты общегосударственного и отраслевого развития, основные положения долгосрочного планирования, сформулированные как на уровне Российской Федерации, так и в Северо-Западном федеральном округе. По словам представителя компании-разработчика, новая стратегия социально-экономического развития региона состоит из пяти основных блоков, которые включают в себя вопросы экономического развития, социальной структуры, развития коммунальной, транспортной и энергетической инфраструктуры, экологии и государственного управления. Как отметил Илья Акишин, основным рычагом наращивания доходной части окружного бюджета в ближайшие 10 лет останется нефтегазовый потенциал региона. Округ расположен в приоритетном регионе мирового развития и имеет близкий доступ, собственно, к Северо-Морскому пути. 10% реговой линии, скажем так, большого Северо-Морского пути находится на территории Министерского автономного округа. Нарастить грузооборот в соответствии с указом консистента в 204-м будет необходимо до 800 миллионов тонн в 2024 году. Это значит, что будет формироваться вся соответствующая транспортно-логистическая инфраструктура по маршруту. По словам Ильи Акишина, динамичное развитие Северо-Морского пути не должно пройти мимо округа, а это еще одно конкурентное преимущество региона. Третье преимущество – как ни странно, арктическое положение и внимание государства к этому стратегическому региону. Это позволяет рассчитывать на дополнительные ресурсы, особые режимы налоговые, инвестиционные, преференциальные и ускоренную реализацию инвестиционных проектов. Заявленные по примеру Дальнего Востока льготы будут способствовать развитию региона. В то же время, по словам представителя компании-разработчика «Стратегия», в настоящее время существуют вызовы, которые не позволяют в полной мере использовать потенциал развития региона и достичь сбалансированного качества жизни населения на территории. Во-первых, убежден Илья Акишин, необходимо преодолеть монопрофильность экономики округа. 76% экономики – это добыча нефти и газа. Для обеспечения устойчивости в кризисные периоды необходимо создание второй ведущей отрасли. Такой отрасли, например, может стать транспортно-магистическое. Второй вызов – высокая дифференциация доходов населения. Вы видите, что если в добыче нефти и газа средняя заработная плата составляет порядка 116 тысяч рублей, то в отраслях производства, сельского хозяйства, строительства, торговли, услуг, то есть в тех областях, в которых ведущую роль играет малый и средний бизнес, она ниже в 2-2,5 раза. В ходе работы комиссии парламентарии высказали ряд предложений и замечаний. Так, вице-спикер Матвей Чупров рекомендовал выделить в документе вопросы социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера. Александр Чурсанов обратил внимание на недостаточное внимание в стратегии муниципальным образованием округа в части решения ключевых проблем сельских жителей. Председатель комиссии Наталья Кордакова предложила большое внимание обратить на развитие туризма в регионе. После обсуждения стратегии депутаты приняли решение не принимать ее в существующем виде и вернуться к работе над документом в ближайшее время.